Братцы и сестрицы, господа, судя по вашему отзыву в предыдущих зривах о панонских славянах, вам эта тема понравилась. Поэтому продолжим говорить о южных славянах. Сегодня поговорим о самом раннем известном прошлом тех славян, которые впоследствии стали предками славянцев. Наш сюжет будет происходить в самой юго-западной части славянского мира, а по времени ограничимся шестым столетиям. То есть поговорим об альпийских славянах в раннем средневековье, о предках современных славянцев. Из каких источников мы черпаем знания об этих славянах? В первую очередь это хроника так называемого Фредикара VII века, история Лангобардорум Павла Дьякона VIII века, конверсио багуайорум и карантаноорум, то есть обращение баварцев и карантанцев IX века, затем франкские летописи геста регни франкорум и анализ фунденсис. Дополнительные знания черпаем из археологических находок, а в определенной степени помогает нам и сравнительное языкознание. Довольно сложно говорить об альпийских славянах, не затрагивая прошлые других славян, особенно валашских и дунайских, ибо все их истории приплетены, и то, что происходило в одной части южнославянского мира, отражалось на том, что происходило в другой части. То есть все это было как-то взаимосвязано. Все же, насколько будет возможно, попытаемся сосредоточить свое внимание на альпийских славянах, то есть именно на предках современных славянцев. К середине VI века Восточно-Римская или Византийская империя после долгой и изнурительной войны против готов 535-554 годов вернула под свою власть значительную часть Западных Балкан, а также и Италию. В этой войне участвовали и славяне, склавяне и анты. Состояние на поле боя было хаотичное. Некоторые отряды славян и антов воевали против готов на стороне Римской империи, даже на территории современной Италии. Об этих событиях подробно пишет Прокопий Кесарийский в своих готских войнах. Другие славяне, живущие на левом берегу Дуная, воевали против Византии. Так что Прокопий даже предполагал, что между ними и готским королем Владыкой Татилой существует какой-то союз. Это весьма возможно. В это время между реками Тиса и Олд находилось германское Гиппитское королевство. А чуть западнее, между реками Дунай и Драва и Альпами, то есть в западной Панонии, правили германские лангобарды. О возможном присутствии маленьких групп славян в Панонии еще до 540 года, то есть до того, как туда перекочевали лангобарды, мы говорили уже в зриве о славянах в Панонии. Так что кто еще не посмотрел, ссылка будет в описании и в самом видео. А в целом, в то время племенные союзы, известные как Скловении и Анты, населяли обширные пространства земель севернее и восточнее от лангобардов и египидов. Чтобы понять, как вдруг славяне с территории современной Западной Украины оказались на территории современной Словении, надо вернуться немножко назад. Согласно доступным данным, расселение народа с той территории в направлении юга и запада началось приблизительно в конце 5 века. Причин для расселения было много, но в целом это была комбинация разных причин, таких как многочисленность населения, нестабильность из-за набегов разных, преимущественно тюркских народов с востока и то, что, пожалуй, послужило толчком взрыв вулкана где-то в Юго-Восточной Азии. Только не убейтесь, забыл название этого вулкана. В общем, от этого большого вулканического взрыва в атмосферу вылетало много, очень-очень много пыли, из-за чего лучи солнца тяжелее проходили на поверхность земли. Впоследствии земля охладилась и на протяжении довольно долгого времени зимы в Северной Евразии стали намного холоднее и длиннее, лето было короткое. Все это сказалось на население Евразии. Народы, занимающиеся преимущественно скотоводством, стали искать новые пастбища и двигаться на запад. Народам, которые занимались преимущественно земледелием, а это значит и нашим предкам на территории современной Западной Украины, то есть прародины славян, тоже было не сладко. Из-за длинных холодных зим урожая было меньше, и это как раз продвигло людей искать новые способы выживания. Это в Европу привело такие народы, как Болгар, Кутригуров, Утригуров и, в конце концов, Аваров, которые очень важны для сегодняшней темы. А также это существенно повлияло на расселение славян в целом. Удивительно, как события в одном конце мира могут так повлиять на события в совершенно другом конце мира. Могу сказать, что меня это сильно удивило, потому что обычно не задумываемся об этом, когда говорим об истории. Со славянами связываются такие археологические культуры, как пражско-корчажская и пенковская. Археологические находки этих культур тут совпадают с данными, известными из исторических источников о местонахождении ранних славян, как раз в VI веке, о котором идет речь. Носители пражской культуры с территории современной Западной Украины и Восточной Польши стали двигаться на запад возле рек Вислы и Одры. Около 550 года одна волна этих славян, носителей пражской археологической культуры, перешла Карпаты, проходя через так называемые Моравские ворота. Это находится на территории современной Восточной Чехии. Оттуда же часть этих славян двинулась в направлении Чехии, часть в направлении Словакии, а третья часть двинулась в направлении Западной Панонии и Альп. Эта южная группа славян пересекла реку Дунай и двигалась дальше между реками Трауны на западе и Дунаем на востоке. По долинам альпийских рек стало заселять эти просторы. До 577 года они уже пришли до той части Альп, где находится современная граница между Австрией и Словенией. В то же самое время панонские славяне распространились на территорию современной Восточной Словении, вплоть до города Птуй, и стали тут населяться уже навсегда. Это первые славяне, которые навсегда или до 21 века населили Словению. Это уже не были набеги, а славяне сделали эти территории своими. И именно в этой части Словении присутствует пражская археологическая культура, и это первая из славянских составляющих предков современных славянцев. В пользу происхождения этих славян с территории Западной Украины говорит и присутствие двух славянских этнонимов в альпийско-панонском пространстве, дудлебов или дулебов и хорватов. И те и другие изначально появляются в Западной Украине, дулебы на Волыне, хорваты возле Карпат. Они же зафиксированы и в Чехии, дулебы в Южной, хорваты в Западной. И потом о присутствии дулебов и хорватов в Альпах свидетельствуют топоними. Дулебы населили и Западную Панонию, то есть территорию нынешней Восточной Словении и Западной Венгрии. Примечательно, что с точки зрения современных генетических исследований, славянцы и северо-западные хорваты генетически намного ближе к словакам, чехам, лужичанам, полякам, белорусам, украинцам и русским, чем к остальным хорватам, босницам, сербам, черногорцам, македонцам и болгарам. Хотя отчасти это может быть и последствия того, что на Балканах происходило в Средневековье и в новом времени в связи с османскими завоевываниями Балкан. Что касается мужской части популяции, то есть славянских мужчин, ближе всего к славянцам это словаки. Но это была лишь одна из славянских составляющих частей современных словенцев. Что же происходило с другой? Для этого нам надо опять вернуться несколько десятилетий назад, и в этот раз на восточные Балканы, потому что, как я упоминал, это все взаимосвязано. Славяне вместе с антами и разными тюркскими или тюркско-иранскими племенными союзами, такими как гуны, булгары и другие, с 518, точнее с 527 года, совершали очень частые набеги на территорию Византийской империи. Источники об этих славянах куда многочисленнее, чем о тех на Западных Балканах. Уже в 551 году славяне пришли до Царграда. Это происходило в разгар годско-римской войны. У римлян, некоторых славян, особенно антов, получилось привлечь на свою сторону, по крайней мере часть из них. Кажется, что война между славянами и антами, которая происходила когда-то в промежутке между 533 и 545 годами, тоже была последствием римской политики «разделяй и властвуй». Большое множество славян, склавенов, в 551 году прорвалось на территорию нынешней Сербии около города Ниж, античного Найсуса, и на территорию Далматии, то есть на территорию современной Боснии и Приморской Хорватии. Жестокие бои велись также в Фракии, на территории нынешней Болгарии, но вплоть до этого времени это были всего лишь набеги. Их задача была у римлян украсть как можно больше всего и перевести это к себе за Дунай. Славяне на Балканах пока не расселялись. В этих войнах участвовали такие известные из источников славяне, как Мезомир, Келогаст и Дарий, Мусокиос, Ардагаст, Пирогаст, Дауритас, Дабрегас и Сварунас. Об этих славянах, которые совершали набеги на Восточные Балканы, можно было бы еще много занимательного рассказать. Но нам уже пора вернуться к альпийским славянам. Для дальнейшей судьбы славян переломным был приход нового степного народа Авар. Около 5060 года. С этим степным народом у славян были очень непростые отношения, о чем расскажу чуть позже. В 568 году Авары в союзе с Лангобардами разгромили Гиппитское королевство. В 568 году Лангобарды покинули Панонию и перекочевали в Северную Италию, а власть в Панонии перешла в руки Авар, которые эту территорию быстро сделали центром своего нового Каганата. Вместе с Аварами на этой территории появилась и новая волна славян. А теперь немного об отношениях Авар и славян. Не можем сказать, что славяне им полностью подчинялись, как какие-то рабы, как иногда некоторые авторы пишут. Из источников знаем, что Славемии и Анты часто совершали свои нападения на Византию независимо от Авар. Часто даже так, что это было не по планам Авар. И что им, так мягко говоря, не понравилось. За что потом славянам мстили в том числе. Время от времени Авары усиливали давление на славян, издевались над ними, что знаем из многих разных источников, как древнерусских, так и франкских, так и византийских, если не ошибаюсь. Авары у них забирали добычу, заслуги за победу, а в военной стратегии часто использовали славян просто как пушечное мясо, потому что славян было намного больше, и они были в основном пехотинцами. Но Авары также являются теми, кто своими действиями способствовал большому распространению славян по всему Балканскому полуострову и даже по Панонии и Альпам. От 580 до 590 годов длилась большая война Авар и славян против Византии. В этой войне ключевое было падение византийского Сирмиума, нынешней Сремской Митровицы. Этот город пал в руки Авар и славян в 582 году. После этого пал ряд других византийских городов Мезии и Фракии. Падение Сирмиума широко открыло дверь славянам, которые с юго-востока двигались в направлении северо-запада, то есть на территорию современной северной Хорватии и Словении. Это как раз та другая волна славян, предков славянцев. Эти славяне тоже двигались на северо-запад возле рек Савы, Дравы и других. На территории Панонии и Словении они встретились со своими братьями. О продвижении славян на территорию Словении нет прямых известий, но о них можем судить, исходя из известий об исчезновении епископств на этой территории. Итак, в 577 году в руки славян попадает Петовьона, ныне Птуй. Потом такие города, как Целея, ныне Целе, Эмона, ныне Любляна. В 588 году в руках славян уже верхнее Пасавье. Славяне тут встречают малочисленное оставшееся романизованное население, от которого и получают названия многих населенных пунктов и рек. Такие, например, названия городов Крань, Целе, Птуй, то есть Карниум, Целея, Петовьо и рек Сава, Драва, Соча, Кольпа. От тамошнего романоязычного населения в праславянское наречие альпийских славян вошли некоторые слова, такие как «крещ», то есть крест из романского «круцем», это в винительном падеже. Судя по всему, римская инфраструктура от нападения славян пала довольно быстро. Дольше она задержалась лишь на территории нынешней юго-западной Словении и Истрии, то есть, грубо говоря, это славянское приморье и хорватское тоже. Местное население спасалось как могло. Кто-то совсем убежал из этой территории, а кто-то поискал менее доступные и безопасные места, обычно в горных местностях. Существование такого населения отражено в некоторых названиях населенных пунктов, такой, например, город Лашко, ранее Влашко, то есть от слова Валахи. Валахами или Влахами славяне называли местное романизованное население. Оставшееся население со временем смешалось со славянскими пришельцами и приняло на себя славянскую идентичность, таким образом тоже став предками современных славянцев. Источников в целом о альпийских славянах, к сожалению, и не так много. Главное, мы упомянули уже в начале зрива, и они в основном касаются славян со северной стороны Альп, то есть, грубо говоря, территории современной Австрии. Из них мы узнаем, что альпийские славяне часто воевали с германцами. Первое зафиксирование сражения между баварцами и альпийскими славянами произошло в 592 году возле истоков реки Драве, это тоже находится на пограничном чьи там Италии, Австрии, Словении. Чтобы отличиться в бою и укрепить свою власть, баварский воевода, или, можем сказать, князь Тосило I, напал на славян и победил их. Новое сражение между баварцами и славянами произошло в 595 году. Но в этот раз в биту вмешался аварский Каган, вероятно, Байан Первый, хотя не упоминается, какой Каган. Он вмешался со своей сильной конницей. И для победы это было решающе. Славяне и авары совместными силами разбили баварское войско, которое состояло из 2000 воинов. В этом, как кажется, тоже был интерес аваров, которые не хотели потерять влияние в этой местности. Но как-то потом они никак этой победой не воспользовались. На славян напал и преемник Тосило I, его сын Гарибальд II. Славяне его победили. Битва произошла возле города Агунтум, на территории нынешнего Тироля в Австрии. После этого славяне вторглись на баварские земли, но не с целью их завоевания, а с целью отомстить за прежнее нападение баварцев на славянские территории. Территории, которые, кстати, в источниках называются провинция Скляворум, то есть местности или края славян. Баварцы справились с этими славянами и выгнали их из своих земель. Отчасти южнее гор Караванг, то есть территории большинства или большей части современной Словении, к сожалению, источников еще меньше. Славяне активно стали заселять эти территории в конце VI века. Это усилилось на протяжении VII века. И знаем, что там около античного города Карниум, ныне Крань, образовался центр нового княжества, которое в источниках IX века называется Краньское княжество или Корнеольское княжество. Мы не можем знать, сколько точно было славян, предков современных славянцев на этой территории, но исходя из демографических оценок, это могло быть около 20 тысяч людей. Итак, мы пришли к концу сегодняшнего зрива. И в этот раз хочется поблагодарить своих подписчиков в Патреоне, которые финансово помогают нашему проекту Всеславянского канала. Это можете сделать и другие, кто заинтересован. Ссылку оставлю в описании. И еще есть такое дело, что хотим ввести в будущем. Хотим в Ютубе открыть членство. Для тех, кто не знает, это в принципе в Ютубе такая же возможность, как в Патреоне, что вы как зрители можете пожертвовать определенную сумму. Это может быть совсем мелкая сумма, какая-то там 2 или 3 евро. 2 или 3, потому что Ютуб тоже забирает у себя, к себе какой-то процент. Ну и в чем фишка? Дело в том, что подписчиков или нашей команды, так скажем, зрителей, и нас стало уже довольно много. Сейчас нас около 17 тысяч 300. И уже стало тяжело отвечать на комментарии всем, потому что, ну, просто не успеваю. И все-таки хотелось бы как-то поддерживать еще, как сказать, более лучшие отношения с теми подписчиками, которые нас поддерживают постоянно и дольше, которые постоянно комментируют. И дать им такую возможность, возможность, например, что тот, кто пожертвует, не знаю, там какие-то 2 или 3 евро, ему будем приоритетно отвечать на комментарии. Это не значит, что не будем отвечать на другие. Это будет такая наша благодарность для тех, кто нас решил поддержать и финансово. В общем, это одна из возможностей. Что дальше еще будем открывать? Ну, об этом, наверное, отдельное зриво запишем. Спасибо всем, кто выдержал до конца. И если хотите видеть продолжение этой же темы, обязательно пишите об этом в комментариях и оставьте пальцы вверх, если вам зриво понравилось или вниз, если вообще не понравилось. В каждом случае оставьте свой отзыв. До следующего раза! Субтитры создавал DimaTorzok